Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзигет» продолжим с вами вместе размышлять об одной из самых важнейших христианских добродетелей – добродетели милосердия. Святитель Иоанн Златоуст, один из выдающихся учителей Церкви, который в своих проповедях очень много уделал внимания, говорит следующее. «Милостыня есть царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей на самое небо и лучшая защитница. Великое дело милостыня, велик полет у нее, она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она не останавливается, напротив, проходит и небо, обтекает и сон ангелов, и лики архангелов, и всевышние силы, и предстает самому престолу небесного царя». «Научись этому из самого Писания, которое говорит». И далее Святитель Иоанн Златоуст цитирует из книги Деяний Апостольских, из 10 главы. «Как ангел явился Корнилию Сотнику, то есть язычнику, не принадлежащему к богоизбранному народу, но который творил много милостыни и молился. И ангел говорит ему, Корнилий, молитвы твои милостыни твои пришли на память перед Богом». Что значит «пришли на память перед Богом»? Естественно, ангел говорит, снисходя к человеческой немощи, перед Богом всегда видны все наши и добрые поступки, равно как и наши грехи. Но что значит «молитвы милостыни пришли на память перед Богом»? То есть твои дела милосердия, они настолько явны, что даже ангел послан к нему. Из книги Деяний мы знаем, что Корнилий таким образом был приведен в лонос Святой Церкви с самим апостолом Петром. «Таким образом, сколько бы не было у тебя грехов, пишет святитель Леон Златоуст, твоя милостыня превышает все. Разве не знаешь в Евангелии притчу о десяти девах, как не имеющие милостыни, хотя и подвязались в девстве, остались вне брачного чертога?» Подтверждение этих очень глубоких и возвышенных слов выдающегося святителя Церкви, дорогие друзья, хочется привести вам на память еще один удивительный пример из древнего потеряка. «Наставление братьей». Мирянин, естественно, смутился, говорит, «Отче, простите, как я могу, я мирянин, и давать наставление монахов?» Но преподобный Пимин настоял, говорит, «Скажи назидание, что положит тебе на сердце Господь». И тогда мирянин говорит, «Простите меня, братья, я грешен, я хуже всех, но вот расскажу вам одну притчу. Однажды один человек хотел прийти к царю и искал дорогу. Подходит к нему один путник и говорит, «Я могу тебя провести половину пути до царского дворца». Встретил он второго. Второй говорит ему, «Я тебя могу довести до самых ворот царского дворца, а дальше вести не могу». Когда он встретил третьего путника, он говорит, «Я с радостью могу довести тебя, но доведу тебя не только до царского дворца, но веду тебя внутрь и представлю самому царю». Все братья задумались, монахи высокой духовной жизни, и спрашивают этого мирянина, «Растолкуй нам эту притчу». А мирянин, разумеется, дорогие друзья, вы все это хорошо понимаете, что по благословению преподобного Пимена Великого этот мирянин рассказал эту притчу и сам тут же дает ее истолкование. Он говорит, «Человек, который согласился помочь половину пути, это подвижническая жизнь». То есть строгая, без всякого снисхождения к себе, подвижническая жизнь монаха. Она поможет тебе пройти половину пути до небесного царя. Второй спутник, который приведет тебя до самого, можно сказать, чертога небесного царя, это чистота душевная и телесная, девство, то есть добродетель и целомудрие. А третий путник, который введет тебя в царский дворец и представит тебя самому небесному царю, это добродетель и милосердие. И вот смотрите, дорогие друзья, только что я процитировал вам слова святителя Иоанна Златоуста, вот примеры из древнего потеряка. Насколько огромное значение добродетель и милосердие придавали святые отцы церкви. Наш современник, преподобный Паисий Святогорец, который подвязался как раз в 20 веке, в 94 году перешел в вечную жизнь, он, отвечая на вопросы мирян, дает очень мудрое наставление, как людям в семейной жизни находящимся, только что мы слышали наставление монашествующим, а вот людям, живущим в семейной жизни, живущим в социуме, как надо относиться к добродетель и милосердия. Вот что пишет в 4 томе «Семейная жизнь» преподобный Паисий Святогорец. «Некоторые родители, ходящие в церковь, стараются помочь своим детям стать хорошими детьми, но не потому, что их волнует спасение их души, а потому, что они хотят просто иметь хороших детей. То есть их больше беспокоит то, что будут говорить о их детях другие люди, чем то, что их дети могут попасть в вечную муку. Но как в таком случае поможет Бог? Задача не в том, чтобы дети шли в церковь из-под палки, но в том, чтобы они полюбили церковь. Они должны делать добро не из-под палки, но почувствовать его необходимость. Святая жизнь родителей извещает детские души, и потом дети легко подчиняются отцу и матери. Так они растут, имея благоговение и двойное здоровье, избегая душевных повреждений. А если родители закручивают своим детям гайки, будучи побеждаемы к этому страхам Божьим, то Бог помогает ребенку получить помощь. Однако, если они делают это только от эгоизма, то Бог не поможет. Часто дети страдают от родительской гордости. И далее преподобный Паисий говорит, чем больше матерям их благ приобретают сегодня люди, тем больше они приобретают проблем. И с этим сложно не согласиться. «Но Бога они не благодарят за его благодеяние, и несчастья ближних не видят. Не видя несчастья ближних, они не оказывают им помощи, не подают им милостыню. Люди тратят деньги без цели и не думают о своем ближнем, которому порой нечего есть. Как после этого к ним придет благодать Божия?» Задает вопрос преподобный Паисий. «Даже если у человека есть семья, все равно он должен на чем-то экономить, откладывать деньги, чтобы оказывать милостыню другим. Им надо объяснить своей жене и детям, что где-то живет брошенный всеми больной человек или очень нуждающаяся бедная семья. И если у них нет денег, чтобы помочь несчастным, то они должны хотя бы сказать близким, давайте подарим этим нуждающимся хотя бы какую-нибудь христианскую книгу, ведь у нас их много. Подавая милостыню тем, кто испытывает нужду, человек помогает и самому себе, и помогает своей семье». Вот какое важнейшее значение добродетия и милосердия придавал преподобный Паисий Святогорец. Будем стараться, дорогие друзья, давайте об этом будем думать. И если мы действительно неравнодушны к своей духовной жизни, если мы хотим, чтобы наши дети выросли достойными людьми, под словом «достойно», дорогие друзья, я, конечно, и вы, я думаю, понимаете, мы сейчас говорим не в светском понимании «достойный», «достойный», то есть «все имеющий», который ни в чем себе не отказывает, так сказать, перспективный, конкурентно способный, как говорят современные люди, о «достойной» в христианском смысле этого слова, «достойной» милости Божией, «достойной», то есть в христианском смысле слова, духовно упорядоченный человек. А такой человек обязательно должен быть милостивым и внимательным к окружающим людям. Да поможет нам в этом Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!